Всем привет, дорогие друзья! Я нахожусь в Электродепо Автово и сегодня у нас очень необычный выпуск. Дело в том, что многие машинисты Петербургского метрополитена, а скоро, наверное, практически все, перейдут работать вот с этих вот стареньких поездов ЕМ-502, номерные, на современные поезда Петербургского метрополитена Балтиец. В этом выпуске мы с машинистом Электродепо Автово постараемся вам объяснить, насколько лучше, проще и удобнее работать вот на этих поездах, на реальном примере, нежели вот на стареньких. Потому что, к сожалению, многие машинисты побаиваются именно перехода на новую технику. Постараемся развеять вот эти вот ваши мифы и сомнения. Я, так же, как и многие машинисты Петербургского метрополитена, Московского метрополитена, прошел этот период перехода со старой техники на новую. Я могу сказать то, что когда пришел работать в метрополитен в 2008 году, у нас на линии тоже работали примерно точно такие же старенькие составы. Это были составы ЕЖ-3. После этого началось, ну, 2012-13 год, если я не ошибаюсь, глобальное обновление парка подвижного состава конкретно в нашем депо. И что самое, ну, страшное, наверное, было для всех машинистов, что оно проходило многоэтапно. То есть сначала ЕЖ-3 меняли на номерные, которые пригоняли старые, раздолбанные, будем так говорить, с другой линии, с Серпуховской-Темирязевской. Потом эти номерные меняли на 81-760, которые прямо поставлялись с завода, новые. А потом 81-760 меняли на 81-765, на более еще новые технику. И мне, как тогда молодому машинисту, ну, относительно, будем говорить, сколько там лет, 6-8 отработал, мне было это все интересно. Но была действительно очень серьезная проблема, что старослужащие, люди, которые давно отработали, находятся в возрасте, они всеми силами не хотели обучаться и пересаживаться на работу на новый вид подвижного состава. Что у молодых специалистов, конечно, очень удивляло. Рассказываю по своему опыту. Конечно, у нас в электродепо, так же, как и здесь, в Петербургском метрополитене, были проблемы именно со старослужащими, машинистами, которые отработали там 10, 15, 20 лет, 30 плюс. Что, ну вот, мы работаем всю жизнь на ЕЖ-3, на номерных, а вы нас пересаживаете на эти новые поезда и так далее. Люди переживают, потому что для них это неизвестная техника. Вот они ездят на ЕЖ-3, там две лампочки, одна дверь и другая сбор схемы, все. И больше им ничего не нужно. Но я хочу заметить, на самом деле, когда те же самые машинисты, старослужащие у нас конкретно, отучились и пересели на новые поезда, 760-й, 765-й, после этого, я вам серьезно говорю, их оттуда было не выгнать. Почему? Потому что управление новым поездом намного проще и удобнее для машинистов. Ну и по комфорту, когда ты находишься в кабине, у тебя кресло удобное, там кондиционер работает, шума раза в 6-7 меньше. Людям это понравилось. И когда уже после этого они начали между собой общаться, да слушай, я вот сегодня там работаю на 765-м, на новом, да, они реально не хотели возвращаться на старые составы ежедневных. Да, потом, конечно, возникала ностальгия, когда их уже стареньких поездов осталось, становилось на линии все меньше и меньше. Конечно, многие, так сказать, радовались, когда попадали на старые составы. Но, тем не менее, управлять новым поездом не так сложно, намного проще, чем старым. Давайте вот мы даже разберем по контроллеру машиниста, да. Здесь, на этих старых поездах, вы все сами прекрасно знаете, установлена контакторная резисторная система управления. То есть, реостатный контроллер, переключатели положения и так далее. Кулачковый элемент, будем говорить. То есть, если мы на поезде Балтийц или на каком-то другом современном поезде поставим там контроллер-ход, который имеет легкий ход, да, на 20%, он начнет разгоняться, ну, с небольшим ускорением. Но он все равно сможет достигнуть какую-то максимальную скорость. Просто достигать ее будет не так быстро. Что у нас здесь происходит? Здесь мы, соответственно, выводим узкотормозные резисторы на ход 2, на ход 3, переключаем там схему с последовательно, на параллельно и так далее. Люди к этому привыкли. И они даже не могут себе представить, что может быть что-то проще. Это неправильно, как я считаю. Нужно понять, что вот вы едете на автомобиле, да, вот у вас есть педаль газа, да, предположим, вы нажимаете эту педаль. Нажали слабенько, автомобиль разгоняется не очень быстро. Нажали посильнее, он начал разгоняться сильнее. Но это ведь удобно. Если бы у вас на автомобиле был вот такой вот контроллер машиниста по подногу, понятно, что вам было бы не очень удобно. Поэтому не нужно бояться этого типа подвижного состава. Что касается информации. Вот давайте разберем даже на элементарной какой-нибудь аварийке. С дверьми, с пневматикой. Тормоза не отпустили, схема не собирается. Там защита сработала какая-нибудь. РП здесь, да? РП называется здесь, да? РП. Там БВ, разницы нет. Бог с ним. Зажало кого-то, дверь не закрывается. Здесь вы что видите? Не загорелась какая-то лампочка, контроль дверей. Одна на весь поезд. На новом поезде вы видите конкретно, какой вагон, какой дверной проем у вас не закрылся. Вы все это видите перед своими глазами. Не собирается схема на ход. Здесь, в этом поезде, вы не поймете, по какой причине она не собирается. Или там тормоза не отпустили, и АВТ не дает сбору схемы, да, будем говорить. Или вот там просто автоматик выбило какой-нибудь. А2, предположим. Или А1. Или А80, я не знаю. Предположим. Да? Вам приходится проверять накат. На новом поезде вам конкретно будет высвечено, что, предположим, там на шестом вагоне нет сбора схемы. Но тормоза на этом вагоне отпустили. А если не отпустили, он вам напишет прямо русским языком. Пневмотормоз не отпустил или включен на шестом вагоне. И вам гадать здесь по одной лампе не придется. По какой причине у вас не произошел, нет сбор схемы. Далее. Сработала защита, предположим. Да, у вас. Здесь, ну я не знаю, как вот в петербургском метрополитене. У нас там был целый регламент. Сработка РП, значит, после которых нельзя его восстанавливать. Пять случаев. Наход один со снятием напряжения. Автоматический пуск. Нет, не пуск. Автоматические характеристики. Да, на автоматические характеристики. Это четыре я уже... Ну, еще какие-то случаи. Я сейчас уже не помню. Бог с ним. И вам нужно это моментально было, соответственно, сообразить. Что мы имеем в новых поездах. Сработала БВ. Ну, опять же, я сейчас по-московски буду говорить. Местные инструкции глубоко не знаю, но тем не менее. Само восстановилось. Само. Не надо ничего делать. Работаем. Не восстановилось. Проверил, что тормозамещение есть. Тоже работаем. Тормоза нет высаживания. Вообще ничего делать не нужно. То есть, понимаете, настолько все просто. Здесь. И он вам конкретно показывает. Рядом со мной Илья, машинист электродепо Автова, который пришел работать в Петербургский метрополитен не так давно, на самом деле. В 2023 году. И, как бы это странно ни казалось, но на него свалилось огромные трудности по обучению подвижного состава. Почему, я объясню. Потому что ему необходимо было обучиться одновременно, я подчеркиваю, одновременно, на три типа подвижного состава. ЕМ, Юбилейный и Балтиец. Правильно я говорю? Правильно. Расскажи, пожалуйста, вот давай с твоей стороны посмотрим, что было легче обучать и... Ну, обучаться, вернее, на какой тип подвижного состава управлять? Чего тебе ближе, комфортнее как и почему самое интересное? Давай разберем этот вопрос. Ну, в плане обучения я бы не сказал, что были какие-то определенные сложности на отдельном виде подвижного состава. ЕМ-ка мне была близка изначально, потому что у меня образование слесаря по ремонту подвижного состава, я работал депо-автором. Ну, а Юбилейный с Балтийцем, Балтийцы нам отдельно не преподавали на тот момент, так как они только выводились на линии, а Юбилейный нам очень хорошо преподавали и было, в принципе, все просто и понятно. В плане обучения, преподавание оборудования Юбилейного, оно было проще, ну, потому что все-таки здесь техника, это все по проводам, аналоговое уже, да. А что в Юбилейном мы говорили? Ну, вот этот компьютер, вот этот компьютер, он управляет тем-то, тем-то. Ну, собственно, вот и все так и работает. Высший уровень. Как ты думаешь, почему старослужащие, машинисты, которые давно работают, реально вот боятся, переживают очень по переходу со старого типа подвижного состава на новый? Ну, я считаю, что это дело привычки, если ты 15-20 лет работал на одном типе, и тут тебе привозят что-то новое, непонятное, плюс еще там слухи от коллег с других линий, тогда, конечно... Да, слухи, это, кстати, большая проблема, действительно. Тогда, конечно, да, страшно и непонятно, что делать. Так, вот сейчас мы уже переместились в кабину машиниста поезда «Балтиец». Я уж не буду вам рассказывать, сами прекрасно знаете, насколько она более просторная, насколько здесь более комфортно машинисту по шумоизоляции, по климату и так далее, и тому подобное. Сейчас мы конкретно разберем с машинистом-инструктором, кстати, по обучению электродепо Автова Артемом, какие проблемы реально возникают у старослужащих при переходе, чего они боятся и почему, вот ваше мнение. Новый тип одвижного состава, юбилейный, предыдущий, который перед «Балтицем». Ну, тоже получается новый, то есть они переходили с ЕМ на юбилейный. С ЕМ на юбилейный, да, потом с юбилейного на «Балтицем», с юбилейного на «Балтицем», конечно, попроще было. Ну, соответственно, у нас всю жизнь первая линия работала на составах типа ЕМА. И когда человек работает много-много лет на одном типе одвижного состава, привык, то новое, как правило, встречает с опаской, скажем так. Но, тем не менее, в 2016 году мы занимались переучиванием, то есть давалось определенный срок машинисту, чтобы поставить руку, объяснить, как это все работает, потому что и тормоза другие, и управление другое. Самое сложное было научить перед сигналом знакомого ПВ сбрасываться с тормоза и потом опять тормозить. Да, да, это на самом деле. У меня даже такое было. Дело в том, что, ну, вы, машинисты знают прекрасно, что на контакторный резистор на системе управления ЕМА, номерной, когда у тебя остается там метр 20-40, предположим, до знака ОПВ, у тебя уже РК прошел больше половины, будем говорить, да, там сбрасываться, так сказать, не рекомендовалось. А иногда даже запрещалось. Лучше полностью остановиться, потом подтянуться. Вот, или, ну, в конце концов, пневматикой подтормаживать. Здесь людям очень сложно понять, что здесь контроллер, как обычно, педаль тормоза, если говорим про торможение. Нажал посильнее, тормозит сильнее. Отпустил, тормозит слабее. Это на самом деле удобнее. Это просто нужно попробовать и понять. Я вам серьезно говорю, вас потом с этого поезда просто не вытащишь. Любая аварийка, да, вот даже, давайте там возьмем, не знаю, тут есть включение ПСН или автоматически включается? Автоматически. Автоматически, давайте. Вот номерные, выезжайте. Сколько было случаев, забыли включить блок питания собственных нужд? Ну, у нас, по крайней мере, в московском метрополитене, это происходит, да, происходило, вернее, довольно-таки часто, что люди забывали включать, да. Здесь не надо включать его, он сам включится. Выехал, поехал, да. Если вдруг сломается, он вам напишет, пишет, да, на неисправность ПСН, да, соответственно. И если один вагон отвалится, два, они все равно вытянут остальные вагоны. А именно по аварийкам, какие вот у них, думаешь, были трудности? Да тут даже не столько по аварийкам было, тут именно восприятие информации, потому что, когда у тебя несколько лампочек перед глазами, и, в принципе, так понятно, остальное, что там происходит, уже додумываешь. Вот, что происходит, то здесь обратно, и вроде как бы тоже проблема, с одной стороны удобно, с другой стороны проблема, это просто может быть шквал какой-то информации, которая происходит, ну, когда центральный, ну, бортовой компьютер тебе дает какую-то информацию о неисправности, да. Тут, конечно, нужно читать, вчитываться и думать, что происходит. То есть, ну, если самым простым, это вот обрыв петли безопасности, да, вот, ну, и, соответственно, потом приведение в действие, это как следствие. Это уже приведение в действие экстренного торможения, ну, соответственно, на восьмом, седьмом, там, на всех вагонах. Вот, то есть, конечно, с таким шквалом информации непривычно было, и самое сложное, опять же, руку было поставить. Но, тем не менее, какой-то зависимости от стажа работы, вот, при переучивании с классики на новый тип подвижного состава, я не обнаружил. Вот, и молодежь, как бы, грубо говоря, и любила, и не любила новый тип подвижного состава, и более зрелые машинисты тоже. А не кто-то с интересом, а давай попробуем, а некоторые, там, особенно, там, я прямо, честно скажу, возрастные говорят, да, что, господи, что я тут не водил, только на чем не ездил. Вот, и кто-то поспокойнее, кто-то с опаской, вот, но поначалу были какие-то именно человеческие случаи, вот, потому что с непривычки. Ну, опять-таки, работа, все время объяснять, разъяснять, ну, там, какие-то технические инструктажи выпустить, чтобы выжимку дать какую-то основную. Вот, а дальше потом таких человеческих, как бы, случаев, то особо и много-то и не было, вам скажу. Здесь я считаю, что самое главное машинистам понять, и вот просто принять это, так сказать, как данное, то, что это, на самом деле, удобная и новая техника. И этот компьютер, этот контроллер, наоборот, облегчает работу машиниста, нежели ее усложняет. Не надо бояться, там, пересаживаться на эти новые поезда. Наоборот, как я считаю, нужно радоваться. Я, например, опять же, приведу. Вчера работали, вот, снимали видео на линии с машинистом, тоже ехали на Балтийце. Ну, я вот спрашиваю, как у вас там люди переходят, переходили тогда, когда они пришли, соответственно, эти поезда к вам на линию? Да, тоже, говорит, сначала переживали. Как только отучились, большинство, говорит, я лучше на Балтийце. То есть, мне больше нравится работать на новом поезде. И я это подтверждаю, у нас было абсолютно то же самое. Поэтому здесь главное принять эту систему, понять, как она работает, а понять ее намного проще. Поверьте, намного проще, чем понять, как работает вот этот ЕМ или номерной, потому что здесь все более логично и ближе к человеку, так сказать. И потом вас оттуда просто не вытащишь. Поэтому, дорогие друзья, вот такой вот вам совет. Просто примите, как есть. Что тут еще можно сказать? Сказать... Ой, я сломал. Ну, сказать, ну, в принципе, то, что я говорю еще раз, тут интерфейс, он достаточно дружелюбный. И он не перегружен. Вот, опять-таки, пульт управления, он, ну, так скажу вам, что более простой, чем на московских составах. Возьмите московский, да, это тоже современный поезд, Балтийц. Возьмите московский 765. Там кнопок, ну, не знаю, ну, раз в пять, наверное, больше. Раз в пять. Я вам сразу скажу, конечно, большинство почему-то, и они не используются или используются, но можно было бы и не использовать, так сказать. По большому счету здесь только то, что нужно машинисту для работы. Открыть-закрыть двери, ну, с выбором дверей. Фары, запуск, система РС, стеклоочиститель. Ну, естественно, экстренное торможение, кнопка и контроль у машиниста. Все. Микрофон, аварийный ход, ну, вот, отопление зеркал, ну, гудок нам еще вывели. Вот, на юбилейных такого нету. Одна кнопка, кстати. Нет, ну, а вы что, про дверью? Про гудок, про гудок. Одна кнопка, не, а педаль классика там. У нас, я говорю, кнопка гудок две, запуск записи две, микрофон две, то есть, все дублировалось. Но обычно, кому как удобнее, на ту и нажимали. Так что, реально, хороший аппарат, не надо его бояться. Поверьте мне, сядете, покатаетесь, быстро его поймете, и потом вас отсюда просто не вытащишь. Все, спасибо. А будут какие-то вопросы, обращайтесь. Да, обязательно, спасибо.